Привет, друзья! Это Блонди Кот Лайфхаки Программиста, и сегодня можно сказать экстренный выпуск. Буквально позавчера один из моих серверов стал объектом хакерской атаки. И я не одинока. В группе риска все, кто использует на своих серверах MongoDB в качестве базы данных. Если это вы, то зайдите прямо сейчас на сервис, показанный на экране, ссылка есть под видео, и вбейте в поисковую строку IP своего сервера. Если в списке портов вы видите порт своей Монги, вы в группе риска. Дело в том, что в старых версиях MongoDB по умолчанию порт 27017 был открыт для внешних IP. Это значит, что общаться с вашей базой может каждый. У меня была несколько другая ситуация. Я намеренно открыла свою базу для сети своих серверов и попала в руки к злобному хакеру по собственной глупости. Настройки IP-тейбл с моего сервера слетели с рестарта, но об этом позже. Итак, субботним утром я увидела абсолютно пустую базу данных на своем сервере. А в логах MongoDB красовались вот такие строки. Наглый хакер под ником Kraken 0, ну или он угнал этот мейл, но я буду называть его Kraken 0. Так вот этот, простите, звездораст, дропнул мою базу и требовал выкуп. Первым делом я, конечно, подняла свою базу из бэкапов. Вы же делаете бэкапы? Если нет, бегом на сервер вбивать в консоль вот эти строчки. Теперь данные будут в безопасности, и вы в любой момент сможете разбэкапить свою базу. В противном случае выеда для Kraken 0. Но просто поднять базу из бэкапа недостаточно. Нужно закрыть дыру, иначе наш друг положит базу снова. Проверьте MongoConfig. Если вам не нужно, чтобы база была доступна по сети, ищите правило BindIP и прописывайте его в 127.0.0.1. Теперь база глуха ко всему, кроме команд внутри своего сервера. В принципе, этих мер достаточно, если сетевая доступность Mongo вам не важна. А если, как в моем случае, важна, движемся дальше. Необходимо сделать базу глухой к любому внешнему трафику, кроме IP ваших серверов. То есть закрыть порт 2701, или тот, который слушает ваша база, для всех, кроме своих. На Linux серверах такой родительский контроль для Mongo можно сделать при помощи IP tables, что я сделала на своем сервере. Важно соблюдать порядок правил в IP tables, иначе ничего не выйдет. Сначала записываем список разрешенной IP в localhost и свои сервера. Затем закрываем порт пазы для всех. Будьте осторожны с этим зверем. Если неверно записать правила, можно отрубить свой сервер от общения с внешним миром, в том числе и с создателем. Внимательно читайте, что за правила вы задаете. А если что-то пошло не так, перезагружайте сервер. Все правила слетят. Так и вышло на моем сервере. Потому как я напрочь забыла сделать сервис для IP tables. Но, возможно, все к лучшему, потому что теперь я могу поделиться своим опытом с вами. Нужно установить на сервер IP tables persistent и запустить сервис. Теперь все правила из IP tables будут сохранены надежно и с рестарта восстановятся сами. Спасибо за внимание. Пожалуйста, сделайте на это видео репост. Возможно, эта информация спасет от вора чей-то сервер. Подробная инструкция, как всегда, на тумблере, а ссылка под видео. Надеюсь, было полезно. До новых встреч. Пока.